Орудия какие-то придумывают, которые 3 миллиона лет назад, которыми человек пользовался, а огонь только через полтора миллиона научился добывать. Сумасшествие сплошное. И там Маркса до сих пор поминают, Энгельса. Это что, нормально что ли? Я думаю, что это специально масоны захватили вот эту власть для того, чтобы людей тормошить, чтобы люди никогда не пришли к познанию истинного Бога. Жду вас на занятия, братья. Помоги всем, Господи. Завтра в 12 часов по Москве. Мне, когда говорят про теорию Дарина, я сразу объясняю. Давай разберем, что такое теория. Теория – это ничем не подтвержденное предположение. Предположение. Как можно на предположение опираться? Все, ничего тут нет. И сразу же про курицу и сок, что раньше. Пример. Вот и все. Поехали дальше. Теория так и осталась теорией. Ничем не подтвержденное предположение. Ну, для чего и занятия наши, чтобы мы могли вот так вот в простоте людям отвечать. А люди просто древние. Вот люди темные. Вот люди именно. Такое впечатление, как будто они 3 миллиона лет назад жили еще в пещерах. Наши сегодняшние люди. Им ничего не интересно. А вот такие горячие факты, что вот 3 миллиона лет назад. Ну и что? Крикнули вы это. А дальше-то что? А когда Господь вас призывает, вы ничего не слышите. Да что там эта Библия всего лишь несколько тысяч лет назад? То ли дело человек там родился 3 миллиона. Это же специально все. Это информационная война против души человека. Сатана воюет против души человека. Развращает ее пред Богом. Еще есть у кого слово? Брат, я хотел еще сказать, что несколько смущен. Ты там мне репетит такой дал, учитель, учителей. Хорошо, что ты поправился. Я хочу сказать, что я уже беседовал с братьями. С Александром беседовал. С Николаем тоже. И что, как бы нам собраться вместе, вот ведущим кто? И Иван Грибанов тоже. И только время найти, когда собраться. По времени собраться нам. И просто определиться и все. Ну да. Направление, мне кажется, тут даже нисколько там что-то много время тратит заниматься. Потому что и сами люди могут заниматься. А направление задавать правильное, это да. Об этом только речь. Только об этом речь. Примеры там какие-то привезти и так далее. По Ветхому, по Новому Завету. По житиям может быть что-то вот. И вот такое. Да, и братья особенно, и тоже активных самых. Я прям умоляю, чтобы читали книги Игнатия Тихоновича. Читайте. Ну, надо прочитать их все. Вот откровенно говоря. Надо их прочитать. Прямо по ответам. Ответы на вопросы. Обязательно. Как взять себе, ну, там, 10 ответов прочитать в день. К примеру. Ну, там бывает короткие, 10 можно. А бывает один на несколько дней. Там так, поэтому не выработаешь. Жития святых еще. Жития святых еще надо знать, по идее. Ну, хотя бы прочитать 6-7 тома. 7-8. 7-8, скажите. Да, на сайте это тоже жития прям так и называется. Внимание на экран. Что не видно, что Игнатий Тихонович просит слово? Уже давно. У меня ничего не видно. Игнатий Тихонович, вам слово. Удивительное дело. Германия увидела. А я уже машу несколько минут. Как так? Не видно меня? Относительно... Относительно... Игнатий Тихонович, вообще не видно. Я-то ведущий, у меня нету этого, что я... Ну, так сделайте, чтобы было видно. Как так? Я вас... У вас темное пятно. Темный кадр. Как это темное? Наоборот, у меня два фонаря горит. Ну, что-то... Игнатий Тихонович, мы вам сказали, что мы вам тут врать будем, что ли, сидеть или еще что-нибудь. Нет. Мы по-серьезному рассказываем, что тут у нас видно. А вы начинаете что-то рассказывать нам. Настройку экрана. Видно хорошо. Видно хорошо. Настройку экрана. Братья, пишите просто. Если кто видит, что кто-то что-то машет, вы пишите. Видно же, что я не вижу, раз не даю слова. Дело об эволюции. Как с ними беседовать надо? Сказал Чарльз Дарвин. Я сразу спрашиваю, а вы его биографию считали? Он был верующий или нет? Он признавал, что человек это происхождение путем эволюции, астралопитека, пятиконтропа, не считали. Так вот, он до самой смерти был староста церковной общины. Это первое. Второе. Во всем мире археологи не могут найти ни одной стоянки первобытного человека, где было бы больше семи с половиной тысяч лет. Нету? Семь с половиной, как стена какая стоит, а почему? Сейчас идет семь тысяч пятьсот тридцать первый год от Адама. Вот почему. А кто это доказал? Академик Верхов. Запишите себе. Верхов. Да какая же там вот такие вот... Он говорит, найденные кости на расстоянии до двух с половиной метров, принадлежащие разным животным. Они там что угодно из них можно сделать. А как же эволюция? Он говорил о бабочке, которая находится под смогом на стене Лондона, и она может сделать более серой. Ничего больше не говорил. Что он от обезьяны ни одного слова не говорил. Вот и все. Я начинаю говорить и противодействие дальше. Что такое янтарь? Янтарь это смола. А в смоле бывает комары садятся, бывает муха, и даже ящерица есть. Ну и определять можно теперь разными методами, что речь идет вот столько-то там тысяч, может миллион лет, как свой там радиоактивный метод исследования. И главное, что ни одна тварь не изменила себя ни одной молекулы. Какая была, такая и осталась. Вот это все на этом. И дальше разговаривать нечего. А что, курица или яйцо? Курица, курица. Бог сказал, вздыбилась земля, курицы закудахтали. И сразу петух погнялся за курицей, подмял ее, и зад рассложили яйца. Вот как дело было. Повторяю, что ни одной во всем мире стоянки первобытного человека нету, чтобы там были какие-то молотки с камня, еще что-то. Нету нигде. Вот и весь ответ. Отошел. Ну, я, конечно, спорить не буду здесь. Когда, Игнатий Ильич, вы последний раз вообще читали что-нибудь об археологии-то? Я, если сказал, что два и с половиной миллиона лет назад уже обнаружили эти... Значит, я тоже читал же где-то. Что же, я придумываю от себя, что ли? Они уже напридумывались только, что вам и не снилось, как говорится. Так, братья, есть еще у кого-то слово? В следующий раз, если кто видит, то руку тянет. Мне пишите, я могу не видеть этого. Я тут меняю сетки, что угодно специально, но все равно... В Варентине, Дмитриевне, поклон. Повторите, Игнатик, нуль. В Варентине, Дмитриевне, с Артисон, поклон. Она меня увидела. А я вот что-то рукой машу, машу и гляжу, и никто не говорит ничего. А она из Германии увидала. Спасибо. На дерево залезла. Я ждала, думаю, может быть, кто-то увидит. А потом только поняла, что никто не видит его. Кстати, как наш скайп терпит, а? Уже пять лет. Что только с ним не происходит, но мы как-то выживаем в нем. Вот люди, которые заходят, вот они на других площадках, они, как вы, говорит, здесь живете вообще? Вот это чисто за счет тут сестер, которые, братьев, которые работают, обзванивают, говорят, перезагрузите обновление. Она и там выходит. Такие сложные варианты решают. Там у одного у нас, Владимир, по-моему, зовут. Там у него телефон, не поймешь какой вообще. То не подключается, то и еще что-то. Она в этот его, к оператору, чтобы он сходил. То есть она с операторами там общается, чтобы у него настроили там этот телефон. Тот вообще ничего не понимает, как, что делать. Некоторых надо учить вообще мышкой работать, какой клавишей нажимать, правой или левой. И чтобы это поддерживать, я, и говорят, а что вы не перейдете на телеграм? Вот каждый раз кто-нибудь заходит, молодой, самый умный. То есть он думает, что здесь он такой умный, а тут все сидят такие мамонты, ничего не знающие, даже и администрация. Давайте на телеграм, все там хорошо. А кто будет бабушек учить, дедушек, кто будет переучивать? А я говорю, давай, согласен, мы перейдем, но ты всех будешь лично учить. Все, сразу нету вопросов. То есть он не согласен, исчезает этот человек сразу же. Братья, можно я тут, можно кое-что прям коротко зачитаю? Да. Да если по археологии, то не надо. Что зачитывать-то? У меня организационный вопрос. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто делает дозвон. Я вот сама этого делать не умею. Ну, у нас получается так, что на 20 часов по Москве вечерняя молитва, на пятницу и субботу нет ответственных читающих молитву. Поэтому я предлагаю, может быть, нам или назначить, или выбрать. Потому что всякий раз в эти дни, когда время молитвы наступает, происходит большая заминка. Вот у нас понедельник был открыт, но «Спаси Христос» Николая Астахова, он закрыл этот день. У меня такое предложение. В субботу вечер отменяется, нету молитвы 20.00. Потому что богослужение идет. Все ночные бдения, это длинное богослужение, и после него приходишь сразу же вечернюю молитву. Оно не нужно. И утром, в воскресенье тоже не нужно. А в пятницу надо найти. Ну почему? Не нужно, это не значит, что кто хочет, может делать, но это не обязательно. В пятницу, давайте, братья. Кто в пятницу в 20.00 будет ответственным и всегда молится. Напишите или скажите, кто готов. Чтобы только правила не были нарушены. Куда-то у нас пропала Галина Быкова. Почему ее не видно, не слышно? Галина Быкова. У нее был когда-то день какой-то, я помню. Но там что-то не получается. Так у нее с платьем вопрос решился или нет, непонятно. Отдельно это отпишет она. Надо будет спросить. Так, 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 так. Кого же время-то есть? А вот Екатерина Ткаченко, есть ли у тебя, сестра, возможность в пятницу по вечерам молиться в 20.00? Ну или Анастасия, может, у тебя? Нет, у меня сутками работа и очень плавающий график. Поэтому я даже сейчас на работе помню. Возможности. Понял, понял. У нас в пятницу дул Ездра. Почему он устранился? А, Ездра был? Ну, у Ездра скоро будет тоже плавающий график. Его надо тоже убрать оттуда. Он, если даст Бог, в аэропорт к нам устроится. Уже справки, половина пришло. Сейчас от полиции ждут справку разрешающую. Потому что транспортная безопасность. Проверяют, чтобы он там никак... Пробивают. Брат, ты меня закрыл, я так понял, да? Выключил? Нет, нет, не закрывал. Братья, я прочитаю две строчки, пожалуйста. Вы понимаете, что я не буду, чем попало, болтать языком. Я для братьев, которые мало читают. В 1871 году появился еще один важный труд Дарвина. Называется «Происхождение человека и половой отбор». Где Дарвин привел аргументы в пользу естественного происхождения человека от животных. Или обезьяноподобных предков. Все. Дальше сами читайте. Игнать Игнатьевич давно это читал. У него не было нужного материала тогда. Он его не пополнил. Я пополнил. Читайте. Николай Астахов, тебе. Защитники Дарвина. Ладно. Да, да, я к тебе обращаюсь. Читай побольше. Найди 1871 год Дарвина. Происхождение человека от животных. Братья, ну на пятницу кто будет молиться в 20.00? Сестры. Запишите меня, Сукарова. Я буду молиться. Ага. Я молюсь, но я учусь. Мне много замечаний делают. Но я не против так-то. Я учусь. Кто учится, все это хорошо. Это допустимо. И ошибки делать. Тут же исправляются. Все нормально. Так, Стукалова первая сказала. Она будет в пятницу теперь. Пятница в 20.00. Елена Бителева. Елена Бителева сейчас отвечает. Елена Бителева. Елена Бителева, давайте. Ну, в субботу. Если вы в субботу молитесь, то можете в субботу вечером. Ну, хорошо. Все в 20.00. Ну, в 20.00. Хорошо. Так, ну, все, разобрались. Назначены. Те, кто не могут, просто заранее пишите. В этот день не можем. Подмените. Еще хотел бы сказать, чтобы, ну, знаете, такая манера появляется у людей. Постоянно писать. Вот болеет и сразу пишет. Вот чуть горло заболело, сразу пишет. Температура поднялась, сразу пишет. Мне кажется, не надо так это делать. Как будто неверующие. То есть, мы же не неверующие люди. Все-таки для нас не на первом месте это стоит, здоровье-то. А то, как самый какие-то важный вопрос, так сразу кто, где, почему болеет. Но это не самый важный вопрос. Это все в промысле Божьем. Ну, это должно быть. Да, бывает серьезно что-то. Там в больницу уже надо человеку идти. Там, да, надо сказать. Ну, когда всякие простуды, там, гриппы всякие, там, да даже 39 температура. Не надо об этом даже и писать. Надо терпеть. Мне кажется. Ну, это так, мое мнение. Просто. Не знаю, кто как думает. Но я считаю, что это не надо так, по таким вопросам писать. Ну, как будто, знаете, мы сами себя как будто ослабляем просто. Этим самым. Как неверующие просто. День рождения вот это, многое лето, многое лето. Вот это поют тоже. Как-то не в христианский лад это все. Как будто у нас цель, чтобы человек многое лето прожил здесь. На земле. Такой нет цели. Главная цель спасения. Может быть, ему лучше прожить и один день. Но правильно. Чем многое лето и неправедно. Ну, так принято. Я могу еще сказать. У меня еще две новости есть за эту неделю. Если бы не говорит. Сегодня воскресный день я в утреннюю, раннюю самую проспал. Встал позднее, чем надо, чтобы на нее нормально успеть. И думаю, поеду, найду храм, где следующее по очереди. И поехал в храм трех святителей на кулишках, называется храм. Интересно, так взял с собой диктофон и камеру, на всякий случай. Там храм этот примечательным и священством, который там служит. И тем, что там поет хор под предводительством, легенд, там Евгений Сергеевич Кустовский. Это человек на всю Россию и даже мир известный. Потому что это легенд для легендов. У него и нотные сборники выходят, и патриарши награды вручена ему была в прошлом году. Я с ним знаком лично и ходил даже несколько занятий посещал. Не у него, но у него в школе. То есть не лично он преподавал. Он достаточно такой дерзкий стиль у него повествования, когда он пишет на своей странице ВКонтакте. И где-то, видимо, я его обличил или что-то там такое написал, а он меня заблокировал тут же. А сегодня я заснял, как они поют. И он меня поблагодарил за то, что я снимаю. Мы с ним поговорили. И говорит, вы мне... Как записи где-то будут? Я говорю, я вам пришлю, конечно. Он говорит, ну ВКонтакте пришлите. Я говорю, а вы меня там заблокировали. И он так смотрит, да ладно, как-то такого не может быть. Я говорю, ну вот так есть. И интересно, как Господь, он примеряет человека, который что-то там у меня имеет. При том, чтобы я что-то такое не то прямо ему написал, я не помню. Но у него просто такой нрав. Понятно, что его в середнем-то слушают уже там лет, я не знаю, 50 или сколько он там этим занимается. Но лет 40, наверное, точно. И он не терпит, когда кто-то что-то говорит ему, обличает. А сейчас через вот эту съемку, я к чему это еще говорю, через съемку Господь делает так, что мы опять с ним сближаемся. И возможно, где-то удастся какую-то пользу ему принести с точки зрения духовного его возрастания. Как бы это наивно ни звучало, но тут просто вижу, что это Господь делает. Почему? Вот через меня, я не понимаю, но так выходит. И второе объявление, что вы молились, тоже я просил. И с Игуминым Кириллом Сахаровым состоялась у меня беседа. Правда, у меня не было второй камеры нормальной, пришлось ноутбук взять. И как-то бачком я там заснят. Ноутбук я сам себя заснял. И вторая его камера, где он сидит. Вчера монтировал до двух, где-то ночью. Уже сегодня можно послушать. В пятницу мы с ним встречались. Совершенно неожиданно было все. Быстро. Решимость такая у меня возникла. И спросил у помощницы Анны. Она говорит сначала, давайте востока. Потом на утро перенесли. Я быстро все отбросил, поехал. Думаю, сегодня ты обладаешь, а завтра тебе не принадлежит. Хорошо побеседовали, считаю. Возможно, еще я к нему поеду, тоже побеседую на тему община. И там разные темы он предложил тоже. Может быть, как-то тоже здесь удастся расшевелить. В плане того, что видно, встреча с Игнатием Тихоновичем, знакомство не прошли даром для него. Он сказал, что ему было неприятно какие-то вещи. А потом тут же я его переспрашиваю. Такая вот эта неприятная, она во что в итоге вылилась у вас сейчас улучшение по этому вопросу, по которому было обличение. Он говорит, да. И это как раз мне на пользу пошло. И это меня очень сильно расположило, что человек Саня Игумена, настоятель храма столько лет и тоже там уважаемый среди многих кругов, он спокойно, совершенно принимает обличение, готов говорить об этом открыто. Пожалуй, это единственный на сегодня священник, который засвидетельствовал на камеру в течение долгого времени то, как на него повлияло общение с Игнатием Тихоновичем. Из последних, что я видел, потому что вообще это под спудом каким-то сокрыто. И тоже прошу помолитесь, чтобы и дальше я хочу Цветкова найти, еще там ряд людей, которые есть и живы еще. Если у кого есть контакты, я бы доехал до них и тоже побеседовал. Считаю это важно задокументировать на видео. В Цветковой есть контакты. Даже с ним переписывался. Владимир Цветков. Да. Ну ты, брат, ты вообще к какому приходу ты оттостишься? Куда ты ходишь? То есть то ты там, то ты здесь, я имею в виду, то там Сретенский, то еще куда-то. У тебя нет, что ли, постоянного места молитвы? Я почти всегда в Сретенском. Это самое распространенное. Но в Сретенском, я говорю, я сегодня литургию в 7 утра, которую я пропустил, смотрю, я на нее опаздываю. Поэтому поехал в другой храм. А так я всегда по умолчанию в Сретенском. Ну, спаси Христос. Хорошее объявление. Так. Ну, все время 13.13 по-нашему. Будем заканчивать. Больше нет ни у кого ничего добавить. Ну, все, помолимся. Достойно есть я, кого истину, Блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога Слово родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Встречаемся через 45 минут. С Богом!